А мы начинаем прямую передачу. Сейчас в клубе знатоков состоится финальная игра 1986 года. Приглашаем вас принять в ней активное участие. Каждый из вас сейчас присоединится к лотерее что, где, когда. Для этого вы должны позвонить в наш клуб и сказать, с каким счетом закончится каждый раунд предстоящей сегодня игры. Тот, кто отгадает результаты всех раундов, получит большой приз. Библиотеку из 30 томов. В этой библиотеке книги по искусству, поэзия, зарубежный роман, русская и советская проза, энциклопедические словари, медицинская энциклопедия, мемуары и другая литература. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашей лотерее. Торопитесь. Мы принимаем ваши прогнозы только до начала первого раунда. Лото! Лото! Приготовьте карандаши и ручки. Сейчас мы будем напоминать вам наши телефоны. 290-0038, 290-01-48, 290-05-03. Вы успеваете записывать? 290-34-41, 290-38-15, 290-63-91. 291-43-26, 291-68-21, 202-22-37. Торопитесь в вашем распоряжении всего несколько минут до начала первого раунда. Покажите, пожалуйста, справочное бюро. Справочное бюро покажите. Работают все телефоны. Мы даем вам время, уважаемые телезрители. Звоните. А теперь еще одно объявление. Уважаемые артисты, певцы, музыканты, друзья клуба «Что, где, когда». По просьбе знатоков мы разослали вам пригласительные билеты для участия в наших музыкальных паузах. Повторяем приглашение в эфире. Я хотел бы видеть справочное бюро. Я хочу убедиться, что работают все телефоны. Итак, уважаемые Владимир Спиваков и виртуозы Москвы. У вас сейчас заканчивается концерт в колонном зале. Приезжайте после концерта. Мы вас очень ждем. Напоминаем адрес. Улица Герцена, 47. Уважаемые Николай Караченцев и Александр Абдулов. Вы сейчас играете спектакль «Юнона и авось» в театре имени Ленинского комсомола. Мы ждем вас после спектакля. Если вы сейчас на сцене, мы просим тех, кто смотрит за кулисами театра нашу программу, напомнить вам о нашем приглашении. Приезжайте обязательно вместе с рок-ателлиер. Уважаемая Людмила Гурченко, мы ждем вас не только как актрису и нашего друга, но и как члена жюри. Так что не опаздывайте, выезжайте немедленно. Веселые ребята, приезжайте, поднимите настроение у знатоков. От этого может зависеть исход игры. Мы пригласили еще один молодежный ансамбль, но это секрет. Сейчас позвонил кто-то в справочное бюро и спросил, «Что будет, если никто не приедет из артистов?» Мы отвечаем. Мы предусмотрели и этот вариант. И приготовили развлекательные видеоролики. Пожалуйста, покажите какой-нибудь видеоролик. Ну, тот, кто ближе, тот, какой ближе на рулоне. Для премьера, покажите, пожалуйста, наш видеоролик какой-нибудь. Внимание, внимание. Для присутствующих в зале прием лотерейных карточек прекращен. Телезрители могут продолжать лотерею до начала первого раунда. Повторяю. Для присутствующих в зале прекращен. Телезрители продолжают лотерею до начала первого раунда. Телезрители продолжают лотерейных карточек. Телезрители продолжают лотерейных карточек. Уважаемые гости и члены клуба «Что, где, когда». Уважаемые телезрители. Я хотел бы проверить штрафную линию перед началом игры. Сегодня у нас очень трудная финальная игра. Две команды, команда девушек и команда школьников не прошли свои отборочные игры, потерпели в течение этого сезона поражение от телезрителей. Прослушайте формулу финала 86. Если знатоки проиграют финал, все команды, игравшие в этом сезоне, покинут клуб. Если знатоки выиграют финал, все команды, прошедшие свои отборочные игры, остаются в клубе. Команда девушек и команда школьников остается в клубе только в том случае, если знатоки одержат сегодня победу, не пользуясь помощью всего клуба. Таково решение. Внимание! Представляем участников финала 86. От клуба знатоков в финале участвует команда, показавшая лучшие результаты в отборочных играх. Команда Виктора Сиднева. Играющую команду мы просим занять свои места за игровым столом. Сергей Пестов, Александр Друзь, Никита Шанкин, Леонид Владимирский, Олег Долгов. И капитан лучшей команды знатоков 1986 года Виктор Сиднев. Представляем сборную команду телезрителей. Нина Буздалина, Красноярский край. Александр Брозький, Кривой Рот. Любовь Воронина, Казахстан. Александр Гамалеев, Измаил. Виктор Галяев, Ненецкий национальный округ. Нина Зайцева, Омская область. Прошу вас, Нина Зайцева. Владленко Горлицкий, Москва. Людмила Матвеенко, Иркутск. Прошу вас, Светлана Бестова, Красноярск. Нина Подведнева, Викторская область. Медония Пузырецкая, Ленинград. Пётр Пелехов, Москва. Николай Рукасуев, Краснодарский край. Андрей Сахалтуев, Симферополь. Елена Серых, Белгород. Александр Селиванов, Днепропетровская область. Семья Ушаковых, Рязанская область. И капитан сборной телезрителей, ведущий конструктор советских космических кораблей «Восток», лауреат Ленинской премии Олег Ивановский, Москва. Сегодня на нашей новогодней ёлке прекрасные призы. Книги, подарочные издания. Всё об искусстве. Лучшие коллекции картин. Лучшие музеи мира. Живопись, скульптура, графика, керамика. Давайте посмотрим все направления и стили. Каждый может выбрать то, что он любит. Конечно, каждый, кто выиграет свой раунд. А теперь я хочу ещё раз проверить штрафную линию. Последние секунды идёт лотерея для телезрителей. только бит в крови. Спасибо. Мы начинаем финал 86. Сборная телезрителей против лучшей команды клуба. Команды Виктора Сиднева. Волчок проверит. Счёт 0-0. Первый раунд. Прошу вас. Внимание. Приём заявок на лотерею от телезрителей прекращается. Повторяю. Приём прогнозов на лотерею от телезрителей прекращён. Приступаем к обработке данных лотереев. Покажите волчок стрелку. Спасибо. Итак. Сектор номер 1. Да. Мы начинаем сначала. Сектор номер 1. Полная тишина в клубе. Играет посёлок Мотыгина Красноярского края. Врач Нина Михайловна Буздалина. Покажите пожалуйста кресло для телезрителей. Здравствуйте Нина Михайловна. Нина Михайловна у вас будет короткое пожелание клубу? Всё-таки мы встречаем Новый год. Подсказка Тихо Пишите Нет это никакого отношения к вопросу не имеет. Желаю начать игру с выигрыша. Спасибо. Спасибо Понятно. Спасибо. Можете считать это подсказкой. А сейчас да будет свет. А надо Внимание! «Аллис инсервиэндо консумар», говорил всякий раз, глядя на свечу, средневековый врач из Амстердама Ван Тульп. «Аллис инсервиэндо консумар», повторяли за ним эту латинскую фразу многие поколения врачей во всем мире. Посмотрите и вы, уважаемые знатоки, на свечу, включите свое образное мышление и скажите эту фразу по-русски. Минута! «Аллис инсервиэндо консумар» «Может быть, пока горит свеча?» «Это из клятвы Гиппократа?» «Так, консумар с жидкостью что-то связанное?» «Нет, это просто консум, это хранять, это некий объем сосудов». «Экономить, вот еще». «Нет, нет, нет». «Аллис – это все, понятно, да?» «Может быть, свеча жизнь». «Светя другим, лозунг «Светя другим, сгораю сам». «Аллис – это все, понятно». «Аллис – это все, понятно». «Аллис – да». «Хорошо». «Еще». «Еще надо какие-то, так сказать, очень известные должны быть выражения, понимаешь?» «Еще лозунг. «Как фамилия врача?» «Ван какой-то. Вантуль?» «Вероганатом». «Второе слово какое, ребят?» «Может быть, из-за второй дисциплины…» «А из инсеклиента инсумар». «Ну что?» «Ну что ты?» «Черт пока работает, да». «Что-то вот…» «Отсуждение закончилось. Кто будет отвечать?» «Владимирский». «Прошу. Леонид Владимирский. Ваша версия, по-моему, была, и вы отвечаете?» «Да». «Ну что же?» «С вашего разрешения». Да. Не уверен, что это правильная версия, но все-таки начинайте. Мы полагаем, что на русском языке эта фраза будет звучать следующим образом. Светя другим, сгораю сам. Ну что ж, вы правы, конечно, предположив, что эта фраза является символом медицины. Я так понимаю, то есть какая-то крылатая фраза. И правы, что этот символ, мы поэтому и включили его в вопрос, не потерял значение и в наши дни. Алис инсервиэндо консумер. Светя другим, сгораю сам. Итак, я думаю, что телезритель не против. Команда телезрителей пока проигрывает первое очко. Счет становится 1-0 в пользу команды Виктора Сиднева. Леонид Владимирский, выбирайте уникальные художественные альбомы. С вашего разрешения я передоверяю это право лучшему специалисту по искусству нашей шестерке. Прошу, французская живопись, прекрасная книга, 18 века, собрание государственного эрмитажа. Более 200 цветных продукций. Что вы выбрали, покажите. Самое большое. Государственная Святиковская галерея, подарочное издание, поздравляю. Волчок, вы будете верти? Я хочу спросить у галереи, сколько всего участников? Сколько вы зарегистрировали? 280 участников. 280. 95 человек за телезрителей, подавляющее большинство за зондаков. Спасибо. Смотрим, Волчок. Следующий. Сектор номер 8. Сектор номер 8. Играет семья Ушаковых. Оператор станции Галина Петровна и путевой механик Иван Михайлович. Рязанская область. Прошу вас. Это железнодорожники, да? Да, железнодорожники. Уважаемые Ушаковые, что-то вот вопрос, мне кажется, такой, что вы в старину ударились. Какая-то старинная легенда вы прислали. Нет. Ну почему? Даже японцы считают, что это современные. Ну, раз японцы считают, это другое дело. Итак, уважаемые знатоки, мы инсценировали эту старинную осетинскую легенду в духе грузинских короткометражных фильмов. А сейчас внимание на экран. Продолжение следует... 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 Отстались от прежней рекламы. Уважаемые телезрители, если вы хотите повлиять на ход финальной игры, звоните нам по этим телефонам, говорите, с чем вы не согласны, и мы тут же примем меры. В следующем раунде мы повторим рекламу. Я читаю первые телефонограммы, пришедшие в мой адрес. Ворожилов намеками помогает знатокам, но я этого не заметил, во всяком случае, буду следить за этим. Это от Никитиной, Ленинград. Так, из Москвы, от Складнева, совет знатокам, не берите помощь Куба, жаль потерять команду школьников. Почему-то девушек не жаль. Из Москвы, Иванченко, не надо комментировать до ответа знатоков. Претензии ведущему. Понял, учту, больше не буду. Спасибо за советы. А сейчас 1-1, и мы начинаем третий раун. Так, кто приехал? Веселые ребята. Да, по-моему, приехали веселые ребята. Здравствуйте, веселые ребята. Стрелку покажите. По-моему, все-таки девятый сектор. Да, счет 1-1. А сейчас против вас играет инженер Виктория Дмитриевна Пузыревская, Ленинград. Прошу вас, Виктория Дмитриевна, у вас приготовлены стихи, и сейчас самое время их прочесть. Послушайте, пожалуйста, отрывок из одного стихотворения. Я помню их наперечет. Зима подходит к середине, дороги мокнут, с крыш течет, и солнце греется на льдине. И любящие, как во сне, друг к другу тянутся поспешнее. И на деревьях в вышине потеют от тепла скворешни, и полусонным стрелкам лень ворочаться на циферблате. Вот сейчас осторожно. Та-та-та-та-та-та-та-та. И не кончается объятие. Та-та-та-та-та-та-та-та. Внимание, вопрос. Вспомните маленький затерянный в степях полустанок и восстановите пропущенную строку этого прекрасного стихотворения. Минута. Еще раз можно? Повтори текст. Это как телезритель скажет. Что я не поняла? Текст. Еще раз. Пожалуйста. Владимир Яковлевич, весь? Весь, если можно. Ну, это все от вас зависит. Вы решите сейчас этот вопрос. И любящие, как во сне, друг к другу тянутся поспешнее. И на деревьях в вышине потеют от тепла скворечни. И полусонным стрелкам лень ворочаться на циферблате. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И не кончается объятие. Ответ обоц. Ответ обоц. Ответ обоц. Что? Мы отказываемся от минуты обсуждения. Ответ готов. Значит... Ну, знаете, вы, по-моему, для этого и просили, чтобы повторили стихотворение. Извините, пожалуйста, мы просто не успели записать строчку, которая шла перед этим. В следующий раз я бы не рекомендовал телезрителям повторять вопрос. Ну, а сейчас, как вы считаете, можно взять у них ответ? Виктория Дмитриевна. Нужно. Даже нужно. Хорошо, ваше слово закон. Итак, отвечает Леонид Владимирский. Пропущенная строчка и дольше века длится день. И полусонным стрелкам лень ворочится на циферблате. И дольше века длится день, и не кончается объятие. Борис Пастернак, конечно, вы выиграли. Безусловно. Итак, счет становится... Валерия Дмитриевна, ну что делать? Счет становится 2-1 в пользу клуба знатоков. И где у нас основной специалист? Чтобы не догадать. Прошу вас, знатоки, выбирайте приз. А мы начинаем. Счет 2-1. Выиграют пока знатоки команда Виктора Сиднева. И сейчас четвертый раунд. Покажите стрелку, покажется. Покажите, это Блиц или нет? Блиц. Я хотел поставить музыкальную паузу, я ее ставить не буду. Играем 11 сектор. Итак, против вас сейчас играют сразу три телезрителя. Медицинская сестра Надежда Ивановна Зайцева. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Николай Рукасуев, рабочий из Краснодарского края. И Виктор Васильевич Галяев. К сожалению, он, по-моему, не приехал сегодня. И прислал телеграмму. Да, срочная телеграмма. Я зачитаю. Приехать не могу отсутствием авиабилетов в Нар-Янмаре. Передаю знатокам за закаленные морозами Крайнего Севера. Привет. Желаю победы Галяев. Кому желает победы? А, знатокам. Итак, приехала еще одна наша любимая артистка. Теперь у нас почти все музыкальные паузы уже здесь. А сейчас я хотел бы продолжить игру. Кто, по-вашему, начнет первый вопрос? Уважаемые телезрители, покажите, пожалуйста. Вы решаете, кто начнет из вас Блиц-турнир? Мы уступаем женщине. Женщине, пожалуйста. Внимание. Внимание. У вас, по-моему, есть предметы с собой. Надежда Ивановна. Пожалуйста. На стол положите. И вообще не падают духом телезрители. Счет 2-1 всего лишь. Сейчас мы выиграем Блиц. Так. Александр Сергеевич Пушкин в свое время писал. Эти вещи должны быть непременно приняты в России. Знатоки должны быть благодарны за такое нововведение. Внимание, вопрос. Знатоки, выполните волю поэта хотя бы через 150 лет. Покажите всем, как можно пользоваться этими вещами. Да, ответ готов. Сразу-ка ответ готов. Кто отвечает? Я буду показывать на Владимирском, поскольку совсем недавно в городе Тбилиси, в Тифлисских банях мы пользовались этими предметами. Услуга не получится. Я понял, что вы знаете вопрос. Садитесь, спасибо. Мыла нет, поэтому мешком мыльным воспользоваться нельзя. Нет мыла и воды. Да, совершенно верно. Александр Сергеевич Пушкин, путешествие в Варсрум, он именно говорил об этих вещах, что они должны быть приняты в русской бане. 20 секунд сэкономили. А сейчас второй вопрос. У кого? У Галяева отсутствующего или у рабочего Николая Рукасуева? Как вы решаете? Ну, наверное, у меня, поскольку я здесь. Хорошо. Итак, Николай Рукасуев. Да, вот тоже у вас предмет. Дайте, я посмотрю. Внимание. Внимание, вопрос. Кого можно найти в тайге с помощью этой банки? 20 секунд. Ответ готов. Ответ готов. Как известно, эта штука обладает большой отражающей способностью. И если потерявшиеся охотники или потерявшаяся геологическая партия затеряются где-то в снегу, и их будет разыскивать поисковый самолет или вертолет, то вполне можно с помощью вот этого простого дырочки пустить зайчик. Ну, здесь она непрозрачная. Так что вот пустить зайчик этому средству и показать место, где находятся вот это затерянные партия, затерянные люди. Покажите, телезрители. Нам приходится признать свое поражение? Конечно. Хорошо. Еще два секунда. Последний вопрос. Последний вопрос блиц-турнира. Задает его председатель исполкома Искательского поселкового совета народных депутатов Ненецкого национального округа, отсутствующий ныне Виктор Васильевич Галяев. Внимание, мы найдем 15 копеек? Найдем. Будьте добры, пожалуйста, на стол. Спасибо. Мы вернем вам. Внимание, вопрос. Тихо. 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 Какую роль могла бы сыграть эта монета в борьбе между римским гладиатором и электрическим генератором? 20 секунд. Тихо. Так, она медно-никелевая. Ну и что? Электрический генератор. А почему именно Петр? То есть с помощью нее римский генератор мог бы победить. Закоротить надо генератор. Римский генератор тогда победил. Почему трехлоп... Пятил 15 копеечный. Междугородний автомат. Еще 20 секунд берем. Еще 20 секунд берем. Еще 20 секунд, пожалуйста. Римский гладиатор электрический в борьбе между ними, понимаешь? Ну, окоротить контакт и все, что там. Так, подожди. Почему Петр? Чем должна закончиться борьба и в чем она заключается? Ну, кто победил? А как вообще это может произойти? Так. Может быть вообще... В общем, гладиатор-генератор как переводится? Генерать его производить? Рождать. А гладио? Еще 20 секунд. Еще берете 20 секунд? Берем, берем. Хорошо. Нет, медный никель. Давайте трястим медный никель. Доспехи. Да, у гладиатора не было монеты, но были доспехи. Медный никель... Монета, опять-таки, богиня монета Юнона. Юнона... Да, Юнона монета. Нет. Генератор еще. Мне опять самую тривиальную надо везти. Давай, давай. Ну, вот она и есть. Закоротить генератор. Ваше время истекло. Ваше время истекло. Кто отвечает? Давай пятнашки. Я отвечаю, пробую ответить, так скажем. Попробуйте, пожалуйста. Значит, ну мы считаем, что римский гладиатор мог бы победить в борьбе с электрическим генератором, если бы он с помощью монеты закоротил контакт. Если бы он с помощью монеты закоротил контакт. На генераторе. Римский гладиатор закоротил контакт... Ну правда, да. ...на генераторе. Да. А сейчас, внимание, ответ телезрителя. Электрический генератор – это «Динамо». Римский гладиатор, в данном случае «Спартак». Перед матчем между этими двумя командами футбольными, так же, впрочем, как и перед другими футбольными матчами, судья часто проводит жеребьевку ворот с помощью обыкновенной монеты. Вот такой вопрос. Я прошу участников «Блиц-турнира» выбрать приз для телезрителя. «Блиц-турнира», 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 «Блиц-турнира». не обсуждают. Поэтому я прошу, там у нас на кресле есть маска. Если хотите, можете загородить свое лицо. 2-2. Пока равный счет. И мы начинаем пятый раунд. Простой сектор? Да. Минуточку, я попрошу вас положить музыкальную паузу. Настоящий, что ли? Уважаемый телезритель, я хочу прочесть сразу 4 телефонограммы. Итак... Положи в призы. Так, минуточку. Тут еще, сейчас потребовали показать штрафную линию. Покажите, пожалуйста, штрафную линию. Покажите штрафную линию. Телезрители просят показать. Пройдем по штрафной линии. И останавливаемся там, где она нарушена. Зайдите за штрафную. Спасибо. Я прошу знатоков не тянуть время. И сразу после гонга волчок. Счет 2-2. Пятый раунд. А я читаю телефонограммы в адрес ведущего. Ледогорова. Ледогорова из Ленинграда. И Куц из Москвы. Считает, что я помогаю телезрителям. Сытникова из Ленинграда. И Прокорова Галина из Москвы. Считает, что я помогаю знатокам. Покажите, волчок. Какой сектор? Сектор номер 2. Все, опять половину вымел. Сектор номер 2. Учительница Любовь Владимировна Воронина из Казахстана. Будьте добры, пожалуйста, в кресло. Так, все, ребята. Трудный вопрос у вас, Любовь Владимировна. Ну, я думаю, что не очень. Не очень? Как вы считаете, как закончится этот раунд? Ну, наверное, в пользу знатоков. Что-то вы все болеете за знатоков. Внимание! А я хотел бы спросить у лотереи. Этот раунд, по мнению телезрителей и присутствующих в зале, по мнению участников лотереи, будет окончен в чью пользу? По мнению лотереи, 7 человек из 11 голосуют за победу знатоков. А почему из 11? Так мало осталось? Осталось всего 11. Всего 11 участников лотереи? Из-за поражения в Блице. Все голосовали за победу знатоков. В этом раунде они проиграли. Понятно. Итак, только 11 человек, участников лотереи, борются за главный приз. А сейчас внимание! Итальянские коробочки! Уважаемые знатоки! Перед вами три итальянские коробочки. В первой из них лежит драже, конфеты. Пожалуйста, посмотрите, угощайтесь. Во второй коробочке лежат маленькие гипсовые шарики. Прошу вас. А вот третью коробочку не открывайте. Внимание, вопрос! Уважаемые знатоки! Тишина в зале! Спасибо! Продолжите этот логический ряд и догадайтесь, что лежит в третьей коробочке. Ответ готов, отвечает Друзь. Ответ готов. Значит, в третьей коробочке лежит то же самое, что в большом количестве набросанном у нас на столе, а именно конфетти. Александр Друзь. Да, вы слишком легко, по-моему, выигрываете сегодня. Две минуты. Сколько у вас в запасе? Две минуты. Ну что я должен признать? Абсолютно правильный ответ. Абсолютно правильный ответ в этих трех коробочках краткой истории итальянских карнавалов. Сначала итальянцы на праздниках бросали настоящие конфеты, драже, потом придумали маленькие гипсовые шарики. Ну, а в конце концов появились всеми любимые конфетти. Что делать? Счет 3-2 в пользу клуба. Что, где, когда? У нас есть просьба команды телезрителей. Какая просьба? Мы просим команды телезрителей, если это можно, разложить письма на столе равномерно опять, потому что опять выметается... Не надо волчок, не надо волчок. Вы хотите поменять письма на столе? Пожалуйста, телезрители. Телезрители, кто-нибудь, как угодно, разложите. Капитан команды телезрителей, вы пойдете на уступку, вы можете поменять письма, так как хотят знатоки или нет. Что? Согласны. Согласны? Прошу вас. Прошу. Как угодно, все равно. Как угодно. Прошу вас. Мы не трогаем. Пусть как хочется, конечно, как хотите. Каждому своему. Итак, письма на столе разложены. Счет 3-2. Выигрывает команда Виктора Сиднева. И мы начинаем шестой раунд. Никита Городин, все равно. Спасибо. Спасибо. Спасибо за принадлежность. Внимание, объявляется новый конкурс. Конкурс «Крустальные совы». Уважаемые телезрители, те из вас, кто угадает решение жюри и первыми назовут лучшего игрока 86-го года или лучший вопрос, получат специальные призы. А сейчас продолжаем игру. Какой сектор? Сектор номер 5 по стрелке. Сектор номер 5. Гамалеев из Измаила. Да. Сотрудник союза Внештранса Александр Владимирович. Прошу вас. Гамалеев. Город Измаил. Одесская область. Внештранс. Прошу вас. А сейчас вы победите. Я надеюсь на это. А сейчас внимание на экран. Полная тишина. Не видно ничего. ПОЕДПИСИЕ СТОНИЦЕСЬ СТОНИЦЕСЬ СТОНИЦЕРВЕЙ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Внимание, вопрос. Покажите нам деталь одежды, которая вошла в моду благодаря автору этой оперы. Это чё, 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 сал, пучини. Кимоно. Деталь одежды. Благодарю автору. Пучини, итальянец. Веер был? Веер складной. Был, не был? Не был. Не был. А вот эти штуки, которые в прическе торчат? Шпильки? Да. Шпильки были раньше. Похоже, кимоно, пояс. Деталь у нас есть. Может быть, просто автор ввёл в обиход мужской одежды? Сам пучини. Ну, скорее всего, да. Нет, но она должна была показана. Скорее всего, у нас есть. Вот на нас. Так, надо, может быть, вначале, может быть, помнить. Начало, не последнюю часть. Вначале там была служба... Там кто-то ещё... Там что, кимоно и большой широкий пояс? Завязаный сзади банком. Широкий пояс. А, завязаный сзади банком. Может быть, обувь, нет? А, слушайте, действительно же были платья с этим, с банком сзади. Так, ребята, а сандалии жили? С деревянной? Сандалии обсуждали на конца. У нас ещё минуты есть. Ещё варианты. Так, значит, прическа. Притали одежды. Ещё минуту. Ещё берёте минуту, пожалуйста, минута вторая. Платье, веер. Платье, веер. Одежда, ребята. Время какое? Никит, слушай, а при чём здесь всё-таки? Ну как, конец прошлого, конец прошлого ночи. Веер не может быть. Нет, это доменциссер революции. То есть, это прически было? Слушай, а кинжал это не может иметь кого-нибудь? Нет, все, прически было. Ну, прическу, вот так чарил, вот эти шпильки. Одежда. Может быть, какая-то вот связанная всё-таки с кинжалом? Ну, кимоно ж не может быть, это что ли? Ну, я не знаю, веер там. От чего пошло, да? Самый в прошлом веке, можно поднести? Халат будет. Чарил, асан, бабочка. Может, от бабочки? Бабочка, бабочка. Бабочка, может быть, это самый гал-бабочка. Бабочка, бабочка. Бабочка, бабочка. Точно. Тогда бабочка, гал-сет. Девятнадцать вечер. Время запрестует. Конец девятнадцатого. Да, конец девятнадцатого. Хорошо. А ты готов? Значит, ну, хорошо, действительно. Да не надо, ответь. Ну, честно, свистнет, ответь. Прошу вас. Значит, мы считаем, что с лёгкой руки автора оперы Чио-Чио-Сан или Мадам Батерфляй, что означает бабочка, в моду вошли мужские галстуки и бабочки. Спасибо. А сейчас, внимание, правильный ответ. В 1904 году в Миланском театре Ля-Скала состоялась премьера оперы Пучини Чио-Чио-Сан или Мадам Батерфляй. Чтобы зрители запомнили название этой оперы, композитор заставил всех мужчин-актеров надеть бабочки. Мадам Батерфляй, по-русски Мадам Бабочка. Ну что ж, Александр Владимирович, что нам делать? Проигрываем. Ну ничего, счёт становится, по-моему, 4-2. Четыре-два ведут телезрители. Финал 86. Уважаемые лотереи, сколько осталось карточек? Осталось только три карточки. Итак, три. Только три участника лотереи продолжают борьбу за главный приз лотереи, библиотеку из 30 томов. 4-2. И мы начинаем седьмой раунд. Покажите волчок, пожалуйста. Волчок покажите. Спасибо. Спасибо. Простой вопрос. Я кладу музыкальный ключ. А крутить не будем потом? Будем. Поёт Людмила Гурченко. Есть у меня собака, чудесная собака. Смешное имя Джокки дала я ей, любя. Она мне другом стала, а это ведь не мало, Когда кому-то рядом есть тело для тебя. Джокки, 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 я тебе спою, Джокки, Джокки, про мечту свою. С сердцем ты меня согреешь, и за всё простить сумеешь. Джокки, 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 я тебе спою. Прости, что не всегда я, добра с тобой бывают. Ты знаешь, я другая, но устаю до слёз. Ты ничего не скажешь, в ногах тихонько ляжешь. Спасибо, что умеешь. Ты всё понять, мой пёс. Джокки, 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 я тебе спою. Джокки, Джокки, про мечту свою. С сердцем ты меня согреешь, и за всё простить смеешь. Джокки, 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 я тебе спою. Ну вот и тихо в зале, все песни отзвучали. Меня ты ждёшь за сценой, как раньше дочь ждала. По улицам знакомую пройдёмся мы до дома. За пауни, Джокки, 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 нельзя и пожелать. Джокки, 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 я тебе спою. Джокки, 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 про мечту свою. С сердцем ты меня согреешь, и за всё простить смеешь. Джокки, 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 я тебе спою. Я тебе спою, я тебе спою, я тебе спою. Спасибо, Людмила Марковна, спасибо, Джокки. Людмила Марковна, на первом этаже вас ждёт жюри. Опа! А сейчас мы продолжаем игру. За линию. За штрафную линию. Все за штрафную линию мы продолжаем игру. Я прошу показать штрафную линию и дать фонограмму нашей игры. Внимание, уважаемые телезрители. Ещё раз повторяю, что мы объявили конкурс. Конкурс «Хрустальные совы». Те из вас, кто угадает решение жюри и первыми назовут лучшего игрока этого года или лучший вопрос этого года, получат специальные призы. А сейчас я сообщаю состав жюри по присуждению «Хрустальные совы». Присутствует у нас на игре от общества книголюбов председатель правления Всесоюзного общества любителей книги, лауреат Ленинской премии, герой социалистического труда, академик Петренов-Соколов. От общества знания, заместитель председателя правления Всесоюзного общества знания, лауреат Ленинской премии, академик Гальданский. Смотрит нашу игру по телевизору, и обсуждает по телефону. От общества знания, вице-президент Академии наук СССР, герой социалистического труда, академик Яншин, заместитель председателя общества знания, академик Удрявцев, член-корреспондент Академии наук СССР Трукановский. От общества книголюбов, заместитель председателя общества, дважды герой Советского Союза, лётчик-космонавт Попович, герой социалистического труда, рабочий моряков и писатель Ардаманский. Напоминаем телезрителям. Те из вас, кто угадает решение жюри и первыми назовут лучшего игрока 1986 года и лучший вопрос этого года, получат специальные призы. Счет 4-2. Клуб выигрывает у сборной телезрителей. Седьмой раунд. Названы первые кандидаты среди знатоков на приз «Хрустальная сова». Александр Друзь, Виктор Сиднев, Олег Долгов и, конечно, Леонид Владимирский. Сектор номер 10. Полная тишина. Уважаемые знатоки, да, впервые за 11 лет учредители разрешили мне самому задать один вопрос. Итак, режиссер и ведущий программы «Что, где, когда» Владимир Ворошилов против «Шестерки» Виктора Сиднева. Надеюсь, что я сейчас заработаю очко. Итак, внимание. Автор пресла. Внимание. Кажется, автор. Тихо. Внимание. Как можно назвать гражданское должностное лицо, выполняющее указания только вышестоящего должностного лица и защищающее такой образ правления? Вопрос понятен? Минута. Нет. Слушайте, это сатрапы в области мы управляли и подчинялись только верхнему властителю, персидский сатрап. Ясно. Это так. Давайте другие еще. Гражданское. Должностное лицо, подчиняющее только вышестоящему должностному лицу и защищающее такой способ правления. В общем, у меня проходит, пока. Это хорошо, но отдай. Вообще система называется иерархия, да? Иерархия не обязательно, это любая система. А слушай, ты можешь это хороший человек все-таки? Нет, хороший, конечно, как он может отчитываться. Он должен переднижний отчитываться. Это плохо. Это плохо. А может быть тогда в каких местах сатрапов просто? В Персии. Только в Персии. Как называется гражданское должностное лицо, выполняющее указания? Это хороший человек. Ничего хорошего, потому что он отчитывается только... Может быть это современный термин какой? Современный. Современный. Долговый давит. Нормальный централизм. Так, второй. Правда, не совсем демократический. Еще пробуем. Сейчас. Все, все, все. Вторую взяли. Все. У вас есть вторая минута? Да. Пожалуйста. Куда? 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 Они использовали уже, да? У нас было две минуты. Сейчас, одну секундочку, спорим. Не спорим. У нас была одна минута за полустанок и вторая за конфетти. Когда? Две минуты. Две минуты. Так, стоп. Слушаем решение. Я не знаю. Сейчас, одну секундочку. Я отвечаю. Да. Они использовали уже минуту, да? Я сосредоточился на своем вопросе. И поэтому не мог уследить за этим. Сейчас, что-то не надо. Если надо обсуждать. Нам кажется, что использовали. Использовали. Так. Внимание. Скорей или 10 лет, что минуту вы использовали. Отвечает долгов тогда? Да, нет. Прошу. Владимир Яковлевич, я попробую. Подожди, минуточку. У нас было две минуты. Одна за ответ за буральный полустанок, который свидетельствовал сам телезритель. И вторая минута была за конфиденцией. Саша, телезрители решили. Что-то... Ну, все-таки телезрители решили. Я, каюсь, я не успел проконтролировать это, потому что сам задавал вопрос. У вас сейчас уже время есть? Пожалуйста, отвечайте. Наш ответ такой. Чиновник называется Сатрапом. Чиновник называется Сатрапом. Такой чиновник. А сейчас я иду в дикторскую и скажу правильный ответ. Спасибо. Внимание! Внимание! Полная тишина! Если сейчас не восстановится тишина, я оштрафую самих знатоков. Спасибо. Внимание! Правильный ответ. Власть по-гречески «кратус». Служебное место, служебный стол по-французски «бюро». Должностное лицо, выполняющее только указания сверху и защищающее такой образ правления, словарь Владимира Дали называет «бюрократом». Я могу от себя добавить. Масса должна иметь право выбирать себе ответственных руководителей. Масса должна иметь право сменять их. Масса должна иметь право знать и проверять каждый самый малый шаг их деятельности Ленин. Согласны с этим? Я думаю, что придется согласиться. А сейчас счет становится 4-3 в пользу клуба «Что, где, когда». Уважаемый Олег Долгов, я. Вы отвечали, по-моему. Да, да. Да? Да. Ну вот, полагается, приз мне. Пожалуйста, возьмите его. У нас просьба все-таки выяснить вопрос, что угодно и пока, может, безотвозительных игрушек. Или телезрителям отдайте. Что? Отрезчего нигу. Нет, конечно. Возьми, возьми, зачем че-то. Нет, нет, нет. Мы продолжаем игру. Конечно, телезрителям. Счет 4-3. Срежьте хорошую книгу и отдайте телезрителям. Счет 4-3 выигрывает клуб за того разу у сборной телезрителей. И мы начинаем сейчас восьмой раунд. Я прошу команды телезрителей еще раз между собой выяснить вопрос относительно минуты и решить. Есть она у нас лидер. Пожалуйста, только быстро. Да. Как решит команда телезрителей, так, наверное, и будет. Есть. Нет. Есть. Можно голосовать. Есть одна минута. Осталась одна. Есть одна минута. Все. Спасибо. Крутите. Не стой. Итак, что мы решили? Одна минута есть. Одну минуту мы им даем. В запасе. Хорошо. Не вы не даете, а мы ее заработаем. Да, мы даем вашу же минуту. Счет 4-3. И мы начинаем следующий раунд. Гонка. Гонка. Скажите, пожалуйста, лотерея. Остались еще кандидаты. Осталось два кандидата. Назовите фамилию быстро. Это телезрители или присутствующие в зале? Значит, это два присутствующих в зале. Бешихов и Александр Зуев. Понятно. Можем получить библиотеку. Итак, внимание. Хорошо, можно узнать, как они поставили дальше. Сеатр номер 6. Номер 6. Против вас играет капитан команды телезрителей, гауреат Ленинской премии, ведущий конструктор советских космических кораблей «Восток» Олег Генрикович Ивановский. Олег Генрикович, я сделаю небольшую паузу в игре и хочу сказать два слова. Ну, прежде всего, я хочу напомнить знатокам, что мы знаем по вашим книгам, вы начинали войну на границе со всем юношей, окончили в Праге. Тяжелое ранение, участник парада Победы. После войны образование 9 классов устроились на какую-то там оборонку с какому-то королеву. 15 лет работы с ним. Правильно я говорю? Правильно. Он сам назначил вас ведущим конструктором, Гагарин называл вас крестным. Скажите, пожалуйста, ваше мнение для нас очень важно, поэтому я позволю у себя немного отвлечься. Вот мы 11-й год играем за этим игровым столом. Какой смысл в этом видите вы, если, конечно, вы видите этот смысл? Каждый из нас думает, что мы приносим какую-то пользу. Каждый думает по-своему. Для нас важно очень ваше мнение. Я бы ответил на этот вопрос так. Если бы я не считал это очень интересным, очень важным и очень нужным в жизни молодежи, то, наверное, не пользовалась бы эта игра таким большим успехом. Это во-первых. Причем вы знаете прекрасно, что она пользуется громадным успехом не только среди молодежи, а вообще во всем населении нашего Советского Союза. Эту передачу, я уверен, сейчас смотрят сотни миллионов людей. Буквально. Это первое. И второе. Мне кажется, что все те навыки, которые приобретает молодежь здесь, вот в этом клубе, за этим столом, они нужны не только для игры, не только ради игры, а потому что эти качества очень нужны будут в жизни, в работе, потому что в жизни часто могут встречаться такие ситуации, в которых надо будет очень быстро найти единственно правильный ответ. Вы не могли бы привести какой-нибудь пример? Уважаемые знатоки, это не относится к вопросу, поэтому не обсуждайте фразу. Я просто хотел бы понять, каким образом... Вот у вас были случаи в жизни? Ну, наверное, такие случаи были в жизни у многих. Ну, сейчас трудно. Четыре года войны и сорок лет работы. Наверное, трудно сейчас сразу вспомнить какой-то такой уж очень интересный пример из этого. Ну, вот хотя бы один такой. Это было почти 25 лет назад, на космодроме. Тогда, когда готовили мы восток для полета Юрия Гагарина. И вот там возникла неожиданная совершенно ситуация, которые не были готовы мы, работающие на верхнем мостике, готовившие корабль и сажавшие Юрф этот корабль. Но этот случай известен. О нем писали, о нем говорили, что уже после того, когда Юрий Алексеевич занял место в корабле, и за ним был закрыт люк, то оказалось, что не сработал один электрический контакт, который сигнализировал о правильной закрытии этой крышки. А и так пускать корабль было нельзя, поскольку могла быть нарушена герметичность. А это, как вы прекрасно понимаете, смертельный случай при подъеме в космическое пространство. И вот нужно было в этой, я бы сказал, совершенно нештатной и неожиданной ситуации очень быстро найти правильное решение в очень короткое время, поскольку ракета ждать старта не может. Время старта совершенно четко определено. Я должен сказать, что вот двое рабочих, монтажников, слесарей, которые работали там на верхнем мостике, буквально в считанные секунды нашли единственно правильное решение. Это решение было реализовано. Это дало возможность не сорвать пуск. И корабль пошел прекрасно. И вы знаете о том, что Юрий Алексеевич Гагарин был первым космонавтом, который принес громадную славу нашей Родине. Вот эта находчивость, вот это решение было только благодаря тому, что люди прекрасно знали то дело, которому они служили. Спасибо. Но сейчас... Олег Евгеньевич, вы можете подтвердить, что здесь никаких намеков не было на вопрос. Это не вопрос наш. Это не относилось ни в коей мере, ни одно слово и ни одна фраза, мною сказанное к вопросу не имели отношения. Спасибо. А сейчас, пожалуйста, предметы к сектору номер 6. Внимание, вопрос. Внимание, вопрос. Эти нехитрые предметы подсказали нашим конструкторам идею создания саморазворачивающейся антенны для космического корабля. Уважаемые знатоки, вам придется повторить это изобретение за одну минуту. Саморазворачивающая. А почему две не важно, да? Ну заматывать тогда нитку. Нет, может быть это действительно заблуждение будет. А просто сама разворачиваю. Правильно. Нитка и ножницы еще далее. Ножницы должны... Стоп, ребята, а может быть две их как-то в противоположную сторону, чтобы они друг друга? Две их, потому что две, чтобы они не крутили. А, она сверху, они, может, должны разворачиваться. Нет, взаимное второе, чтобы момент импульса был скомпенсирован. Да, конечно. Ножницы дали, смотрите. А это в другую сторону. А, у тебя еще нитка. Заворачивай быстрее. У тебя еще катушка снизилась. Ниткой завязываешь, ножницами режем, и все. В какой-то момент рвешь, она разворачивается. Развертывание за счет упругости, собственно? Удивительно, она развертывается. За счет упругости просто. За счет собственной упругости. А может, как встречаю ее надо? Вольно просто. Да, ничего. А еще другого. Все, Сережа отвечает. Другое слишком плохо. Вольно, да. Еще версия. Нет, ну, то что, ну, больше никаких. А может быть, что... А может быть, они складываются, ребята? Вы отвечаете или берете? Нет, не берем. Вестов отвечаете. Не берете, отвечаете. Прошу вас. Кто отвечает? Мне тоже не надо. Я буду отвечать, давай. Может быть, они просто складываются в гормон. Обсуждение закончилось. Значит, мы тут не успели завязать их, но, значит, ниткой надо завязать. Покажите, пожалуйста. Помочь можно, нет? Можно. Держи. Отрывай. Так, вы завязали рулон ниткой. И что же будет дальше? Сопоставим их друг с другом. Покажите. Сейчас, сейчас. Не паникуй. Так. С вязанными концами. Вот так. Вообще говоря, надо было бы одной ниткой с общим узлом. Так, и как же они будут разворачиваться? Перерезать нитки. Так, перережьте, пожалуйста. Предположим, что это в невесомости делается. И что получается? Они раскрылись. Да. Они раскрылись. Ну, естественно, надо делать это на время. Ну что ж. Я не мог просто. А теперь ответ, можно сказать, советских конструкторов. Мы дали вам ножницы для того, чтобы... Я могу продиктовать, да, Олег Евгеньевич? Да, конечно, Владимир Яковлевич. Отрежьте полосу от книжной обложки. Отрежьте полосу. Какой ширины? Не важно. Не важно. Не важно. Желательно я добавлю, Владимир Яковлевич. По большой, да? Чтобы она уместилась по ширине внутри катушки. Правильно. А, вот? Да. Для этого и катушка. Ну, катушка, в общем-то, одна у нас. Катушка одна. Пожалуйста. Где катушка? Ну, поуже немножечко сделайте. Сделай полоску. Ну, ладно. Это у меня точно сейчас не завернется. Камера, пожалуйста, все время показывайте. Так, а теперь, Олег Евгеньевич, я бы вас попросил рассказать идею этого замечательного изобретения. Ну, для этого я прошу разрешения встать с этого. Да, конечно. Конечно. Покажите знатокам, как делается изобретение. За одну минуту. Кстати, я не знаю, сколько автору этого прекрасного изобретения действительно нужно было для того, чтобы это сделать. Но я вам скажу, что антенны такой конструкции летают на космических станциях с 59-го года. На первых лунных станциях такие антенны уже работали. Для этого берется металлическая полоска. Металлическая полоска. И вот таким образом сворачивается вот в такой желобок. После соответствующей термообработки она остается вот в таком положении, желобкообразном. Понятно, да? Да. И вот затем, вот в таком же виде, наматывается на катушку. Ну это будет... Так, тихо, тихо, слушаем. Вот таким вот образом. Так. Этот кончик закрепляется на космическом аппарате. Так. Затем эта катушка освобождается. Понятно. И за счет упругости этой ленты она выпрямляется и становится штыревой антенной. Я считаю все-таки... Мое мнение, конечно, не главное. Сейчас Олег Генрикович сказал свое решение, но самое главное это надо было свернуть трубку из этого листа. Как вы считаете, Олег Генрикович? В плоскостном выражении, так как предполагалось сворачивать две плоскости, ничего не получится. Ничего не получится? Упругость антенны и ее геометрия создается, вы знаете, металлические рулетки. Да. Безусловно. В хозяйственных магазинах продаются. Вы нажимаете и выскакивает эта самая корытообразная ленточка и становится совершенно, ну, упругой, твердой. А вот в том плоскости... Спасибо. Вы плоскую ленту сворачивали, а надо было сворачивать ленту в другую. Счет становится 4-4. Сборная перед зрителем, сборная за таком 4-4. Пожалуйста, любые призы. Здесь альбом «Русская Гжень». Что вы взяли? Олег Евгеньевич, покажите, пожалуйста, ваш приз. В окрестностях Москвы. Прекрасное издание. «Русская Гжень». Да, культура 18-го, 18-го и 19-го веков. Измайлова, Коломенская, Кускова, Архангельская и другие усадьбы в окрестностях Москвы. Поздравляю с прекрасным призом. Мы продолжаем игру. 4-4. Я хочу поинтересоваться, остался ли хотя бы один участник, который предположил всю нашу игру от начала до конца? Да, остался. Вот Пелихов тут непонятно. Или как? В зале находится человек. Ну, Пелихов. Пелихов – это член сборной телезрителей. Петр Пелихов, да? Да. Так, пока Петр Пелихов может получить. Вот, но еще рано. Еще игра-то не кончилась. 4-4. И мы начинаем девятый раунд. Итак, справочное бюро просит еще раз меня, чтобы я объявил, что после игры будут вручены две хрустальные совы лучшему игроку Куба Знатоков и лучшему игроку команды телезрителей. А сейчас… А-а-а. Только я разогнал. Счет 4-4. Продолжаем игру. Продолжаем игру. Девятый раунд. Я хочу огласить несколько телефонограмм. Названы первые претенденты на лучший вопрос этого года. Бабочка, бюрократ и вопрос о капитале. Это из предыдущей, по-моему, передачи. Еще один телезритель из Куйбышева спрашивает, есть ли в зале победители лотереи прошлого месяца. Я отвечаю, есть. Итак, вы что, снова поставили музыкальный ключ? Да. Снова Блиц и снова по желанию команды знатоков музыкальная пауза. Поет Александр Абдулов. Я хочу, друзья, открыть вам маленький секрет. Над моей головой живет один сосед. Абдулла, 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 Абдулла. Он с утра до ночи в пользе лотерца сидит. Никому по-русски ничего не говорить. Абдулла, 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 Абдулла. Абдулла, 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 как дела, как дела? Ну, скажи хотя бы слово Абдулла. Абдулла, 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 как дела, как дела? Ну, скажи хотя бы слово Абдулла. Абдулла Абдулла, Абдулла, как дела, как дела, ну скажи хотя бы слово Абдулла Абдулла, Абдулла, как дела, как дела, ну скажи хотя бы слово Абдулла Как-то я за девять с ним пытался разговор, но почему женой не обзавелся до сих пор Абдулла, 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 Абдулла И тогда он с коврика торжественно привстал И по руки ходит, что мне шепотом сказал Абдулла, 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 Абдулла Абдулла, Абдулла, как дела, как дела? Мне сказал одно лишь слово Абдулла Абдулла, Абдулла, как дела, как дела? Ну, теперь все понятно, Абдулла Абдулла, Абдулла, как дела, как дела? Мне сказал одно лишь слово Абдулла Абдулла, Абдулла, как дела, как дела? Ну теперь мне все понятно, Абдулла Итак, все понятно 4-4 Сборная телезрителей Против команды Виктора Сиднего Финал 86, девятый раунд Уважаемые телезрители Названы еще имена лучших игроков этого года Шангин и Андрей Каморин По существу названа вся шестерка, играющая сейчас Плюс Андрей Каморин Внимание По стрелке Сектор номер 7 Внимание Может быть мне кажется, но в зале очень шумно Телезрители, вы не находите, что очень шумно в зале? Шумно и линию Линию? Вы знаете, я попрошу вас Может быть кто-нибудь из вас встанет в штрафную И проконтролирует линию? Итак, я прошу несколько телезрителей Встать на штрафную линию Скажем, 2-3 человека Так, чтобы было ясно, что у нас нет подсказок И никто не нарушает штрафную линию Прошу вас Прежде чем я оглашу вопрос Вот нарушитель Пожалуйста, за штрафную линию А, это сам телезритель Пожалуйста, стойте где хотите Кстати, у нас сейчас Есть представители, победители Лотереи прошлого месяца Вы, может быть, поможете нам? Последите за дисциплиной Последите за порядком в клубе Итак, внимание Можно начинать, уважаемые телезрители? Да, пожалуйста Спасибо Сектор номер 7 Тихо Опять шумно все-таки Против вас Счет 4-4 Против вас сейчас играет врач Из села Чернава Липецкой области Нина Михайловна Подледнего Вот Нина Михайловна Нина Михайловна Вы хотите пожевать в клубу что-нибудь? Или, скажем, лично мне? Чтобы клуб выиграл Понятно Понятно Это лично хорошо Да, чтобы клуб выиграл Ну, а теперь внимание Черный ящик Уважаемые знатоки Я прошу вас Работайте четче Не нарушайте правила нашей игры Иначе мне придется Ваш штрафовать Начинается Нет, пока еще не начинается В этом черном ящике Находится продукция Волгоградского завода Этот завод Берет прекрасную Новгородскую бумагу Ценнейший Индонезийский Каучук Дефицитный Порошок Местного Производства И делает продукцию Пользоваться которой Никто не хочет Что это за продукция? Ответ готов Ответ готов Этой продукцией Скорее всего Являются обыкновенные Горчичники Ну, хорошо А теперь давайте Откроем черный ящик Так и есть Горчичники И снова Леонид Владимирский Кандидат На крусальную Собу Леонид Владимирский Счет становится Счет становится 5-4 Пользоваться Игра идет Как известно До шести побед Леонид Владимирский Выбирает приз Я должен сказать Что из кандидатов На главный приз Нашей лотереи Не осталось Уже никого Петр Беликов Не смог Угадать результаты Этого раунда Итак Лотерея закрыта К сожалению Итак Счет 5-4 Выигрывает клуб Если клуб выиграет Все знатоки Игравшие в этом году Остаются в клубе Если проиграют Знатоки Уходят из клуба Мы начинаем Десятый раунд Сейчас на первом этаже Работают жюри По выбору лучшего игрока И работают Телезрительское жюри Тоже Жучков из колонны Прислал телефонограмму Не верил Что прямая передача Так Товарищ Жучков Вы меня слышите? Прямая передача Так Покажите пожалуйста Стрелку Да Что? Вы снова ставите Паузу Владимирский Хорошо Спасибо большое Ну что же делать, а? Значит Вы не хотите больше Блицев И ставите снова паузу Поет Владимир Высоцкий Не хватайтесь До чужих Тайм Вылывшись Из рук Своих подруг Вспомните Как Береган Австралии Подплывал Покорный Ленинг Как Кружок Сечись Подозали Увиден С восхода Зарит Ели в этой Солнечной Австралии Другой Дружку Слыли И корей Но почему Попрекем Съели Кука Да что неясно Молчит Наука Мне представляется Совсем Простая Штука Хотели Кушать И съели Кука Есть вариант Что их не может Большая Кука Кричал Что очень Густый Кок На судне Кука А жизнь Вышла Вот о чем Молчит Наука Хотели Кока А съели Кука И вовсе Не было Подпока Или Крюка Пошли Без Сука Почти Без Сука Усилием В действии Дувин Мы Бабука Тюк Прямо В теме И нету Кука Но есть Однако же Еще Предположение Что Кука Съели Из Большого Уважения Что Всех Наусь Невал Колдун И Трец И Слюка А Дури Ребята Хватайте Кука Кто Уплетет Его Без Соли И Без Лука Тот Сильным Смехом Добрым Будет Вроде Кука Кому Попался Для Менюка Менюка Гадюка И Нету Кука А Дикари Теперь Золамывают Руки Ломают Копия Ломают Луки Зашли Бросили Купини Бамбука Переживают Что Съели Кука Следующий Раунд Уважаемый Товарищ Котик Из Житомира Я Передаю Ваш Телефон И Звонок Знатоки Держатся У вас В руках Судьба Клуба Держитесь Покажите стрелку У вас осталась одна музыкальная пауза Мне кажется Только один музыкальный ключ И опять вы его ставите Ну что ж Последняя музыкальная пауза Последняя возможность для знатоков Избежать Блиц Турнира Итак 5-4 И мы начинаем Десятый раунд Товарищ Гасунцев Из Москвы Просит Просит Операторов Показать Хрустальную Сову Будьте добры Покажите на первом этаже В Крустальную Сову Вот две Крустальные Совы Лучшему игроку Команды знатоков И лучшему игроку Команды телезрителей А теперь мы смотрим Что творится на втором этаже Сюда Нет, давайте проверим Четыре Да, да Ну, пожалуй, вы правы Сектор номер четыре Против шестерки Виктора Сиднева Играет Кинодраматург Владленко Горлицкий Москва Тихо Тихо Все сели Вы знаете, у меня есть к вам предложение Можно я сейчас подойду И посоветуюсь с вами Пожалуйста На все четыре пункта Не просто кто этот Но это тогда будет вопрос на знание Вы можете просто детали Некоторые Устранить Ну, скажем, бороду Бороду устраняю Да? Да Итак, пойдем Пойдем Хорошо А сейчас внимание Одну секундочку Я прошу уточнить Мы две минуты имеем Команда телезрителей Две минуты Все, спасибо Внимание Будьте добры Предметы К сектору номер четыре Пожалуйста, не обсуждайте пока До вопроса Итак Переодевается сам Владлен Кагарлицкий Тихо, тихо, тихо В зале тишину просим Так Внимание Товарищи Вы опять обсуждаете Вопрос Нет Я попрошу В следующем В следующем раунде В качестве штрафной санкции Если вы сейчас не выиграете Будет играть один знаток Так больше продолжать нельзя Телезрители просят вас Полную тишину в зале Итак Внимание Давайте посмотрим на Этого человека На кресло телезрителей Посмотрим на детали Которые есть Общее покажите, пожалуйста Спасибо А теперь Кто этот замечательный человек? Так Борода в кармане Респиратор Шовах Причем здесь А может любая кучка? Вам еще? Так Может где-то щукарь какой-нибудь? Нет Шовахова рассказывает Нет, там рассказывает Нет, что-то вы нашел Бород есть Бог с ним Шоваховым Так Значит, что идея Защита органов дыхания Защита головы Ну, которая Со змей горы Значит, скачки Конь есть, да, допустим А борода в кармане? Так, борода в кармане Борода в кармане Не, может все-таки Со змей горы Не, с черномором А книжка, да Мне так и хочется Скорее всего Жеки Не, Жеки нет Нет А респиратор Зачем? Покажите, пожалуйста Второй этаж Так, вторую минуту берем Спокойно Да Вторая минута Причем книга вот здесь была Он вот так В правой руке книга В левой руке волчок Борода в правом кармане Или там Зарик Так, может быть это просто не борода А что-то Скипетр державы Что-то типа Мешка там у этого самого В парламенте Может он драматур Или кто Я же с тобой не помню Драматур Так, костюмер Реквизитор Реквизитор, да? Нет, вряд ли Волчок зачем? Ну вот Так Реквизитор Зачем респиратор К этой игре какое-нибудь отношение Можешь иметь? Да, волчок Я думаю Пожар Голова Волчок Шлем Шлем закрывается Не горись пиратом Это не Ворошилов Воспорожает Почему? Что-ли, закрыто лицо, что-ли? Ворошилов Еще минуту Еще минуту У вас есть еще одна минута? Есть А почему, так сказать, разоблачился человек? Очень трудно сейчас по памяти Оденьте, пожалуйста Это требование правильное Пожалуйста, снова детали Оденьте Идет обсуждение Так, на углу Что там, ребята? Вот на шлеме Не имеют отношения? Не имеют отношения Явно Не имеют отношения Не важно Кино какое-нибудь Кино какое-нибудь Явно Явно Кюгриев Правой руки волчок Левая руки Книга Сценарий По-моему Этого рождения А может быть Это Саша Который выносит Эти предметы Так, а книга была сейчас в последний раз? Была, была А это приз книга тогда, да? Да Так, точно Саша Не вращил Ассистент Книжки выносит Волчок меняет Все делает Я бы сказал, что не знаю Нет, нет, нет У вас осталась последняя возможность Взять помощь клуба А сейчас ответ на таков Больше минут нет в запасе Тишина Кто отвечает? Кто этот замечательный человек? Кто? Друзь отвечает Пожалуйста Александр Друзь Мы думаем, что этот замечательный человек Это наш ассистент Вот Который здесь стоит Саша Который выносит все предметы Который выносит все предметы Который выносит книги Выносит волчок И молчит, как в респираторе Так, ну а что вы скажете Насчет белой бороды Это то, что он будет иметь Через пару сотен лет, наверное, да? Итак, внимание Правильный ответ Интересная игра Изобретатель знаменитого респиратора В частности, сыгравшего большую роль В восстановлении чернобыльской аэс Фильтры этого человека Используются в музеях Поэтому он почетный хранитель Оружейной палаты Он, да, он сейчас внизу сидит В жюри Председатель правления Всесоюзного общества Книголюбов Одного из учредителей Телеигры Что, где, когда Говорят Леевской премии Герой социалистического труда Академик Петрянов Соколов Спасибо Спасибо, уважаемый академик Вы выиграли Пятое очко Счет становится 5-5 Финал 86-го года Счет 5-5 Горные телезрители Сиднин Товарищ Сиднин А вот у него борода Выбирайте приз, пожалуйста На емке еще остался альбом Русская кжель Полное собрание образцов Восемнадцатого, девятнадцатого и двадцатого веков Если вы любите русскую живопись Верещагин Полное собрание западноевропейского искусства В коллекциях государственного эрмитажа Что вы выбрали? Гжель Гжель Осталось два блица Два блица на столе Выбора нет Давайте сосредоточимся Я прошу клуб Будьте добры, пожалуйста, тишины Сейчас очень трудный момент в игре И блиц выиграть очень трудно Вы это знаете Три вопроса надо выиграть из трех И на каждый вопрос 20 секунд Ведь у вас же больше нет запасе минуты Правильно? Нет Помогите знатокам Какой сектор? Двенадцатый Сектор номер двенадцать Против вас сейчас в решающем раунде Будут играть Елена Серых Белгородский педагогический институт Андрей Сахалтуев Четвертая средняя школа Симферополь И Александр Селиванов Монтер электросети Днепропетровская область Вы решили, кто будет первой начинать? Это очень важно Кто? Да, мы решили Лена будет первая Итак, первый вопрос Елены Серых Внимание Внимание Не переживайте, Елена Вы переживаете за знатоков, наверное Внимание Мы просим Назвать Любимое слово Председателя правления Советского фонда культуры Лихачев Слово о полку Игореве Ответ готов Слово о полку Игореве Изнатоки выигрывает Первый вопрос Это как скажет капитан телезрителей Мне кажется, что все-таки 10 секунд из 20 прошло 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 Как Елена скажет Мы не даем им дополнительных 20 секунд 10 10 10 10 10 10 10 Ну, хорошо Скоро пойдет счет на секунды Мне кажется Кто второй? Андрей Вторым Будет играть против вас Андрей Сахалтуев За одну минуту За 20 секунд Ой, простите, пожалуйста За 20 секунд На наших глазах Вы должны создать и исполнить Французское блюдо Из разных сортов Зелени, мяса И вообще Всякой всячиной 20 секунд Венегрет? Нет, создать и исполнить Понимаешь? Что значит исполнить? То есть это что-то Попурье Попурье Наверное, да? А что это? А тогда Из нескольких песен и все А, да Ну что вы Еще версии А сорти А сорти Мы не можем исполнить А это блюдо Попури Наверное, да Вы берете еще 10 секунд Отвечайте Ну все, каждый по песне И вперед Широка Страна моя родная Так Жел было Бабушки Селенький Позрик Так Ну, Высоцкий пел За что аборигены Съели пуп Поехали Итак, внимание Внимание Правильный ответ Французское блюдо Из всякой всячиной Называется Попури Аплодисменты 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 Итак Телезрителей Нет Нет По-моему Этот близ Турнир Они ведут Блестяще А сейчас Александр Селиванов Днепропетровская Область Задает Последний В этой игре Вопрос Непростой Раньше В Австрии Будущих офицеров Обучали культуре Поведение За столом С помощью Двух книг За столом Обеденным Имеется ввиду Александр Селиванов Спрашивает Каких именно Книг Двух Абсолютно Любых книг Австрийские офицеры Должны были Держать их Вот так Под локтями Для того Чтобы локтями Не толкаться Седа Что вы имеете ввиду И что И так есть Сейчас становится 6-5 В пользу Клуба Знатоков Абсолютная победа Все команды Игравшие В этом сезоне Остаются Клубом Знатоков Финальная игра Кончена Через одну минуту Состоится награждение Почетным призом Крустальные слова Лучшего игрока 1986 года И телезрителя Приславшего Лучший вопрос В этом году Спасибо Надо новый приз Это учинить Лучшему болельщику То есть мне Многерампу Спасибо Спасибо Многерампу Привет! Мы не виделись с тобой за тысяч лет! Если тебе нечем вечер занять, то почему бы нам с тобой не пойти и потенцировать? Ты любишь буги-буги. Ты любишь буги-буги. Ты любишь буги-буги. Ты любишь буги-буги. Ты танцуешь буги-буги каждый день. Без голени темно, мерцать огни. Танцуем мы, и танцуем мы. Я святы и устала, то присядь, то ненадолго. Все не достанет того, нету толка. Новую пластинку ставили. Я тебя приглашаю танцевать. Мы любим буги-буги. Мы любим буги-буги. Мы любим буги-буги. Ну, блестящий. Как вы считаете, игра была справедливой? За исключением несколько неспортивного поведения у человека задавался вопрос про бюрократию и капитана команды телезрителей. Нет, а почему я? Нет, ну вы нам не дали использовать вторую минуту. Видите, у нас была сложность за столом, жесткое давление долгого, которого мы все очень уважаем. И мы рассчитывали на запасную минуту. Девушки, подойдите сюда. Поздравляю вас. У вас хорошие рыцари. Мы были уверены с самого начала. Это самое, в моем мнении, что это самая сильная команда со всю историю клуба. И собралась, и они сыграли в этот раз просто замечательно. Мне кажется, тоже. Замечательно сыграли. Хотите, я вам продам секрет, почему мы так играли? Почему? Потому что вы защищали девушек? Нет. Не только. Не только. Женщины и дети, так сказать, объекты достойные защиты. На самом деле мы играли так потому, что мы очень хорошо друг с другом дружим. Спасибо. Мы любим буги-буги. Мы любим буги-буги. Мы танцуем буги-буги каждый день. Ага-га. Буги-буги каждый день. Мы любим буги-буги, мы танцуем только буги Мы любим буги-буги, мы танцуем только буги Мы любим буги-буги, мы танцуем буги-буги каждый день Итак, назовите, пожалуйста, какие кандидаты? На хрустальную сову На хрустальную сову? На хрустальную сову Но такие это по-нашечке Но здесь нет сомнений, Леонид Владимировский Огромным большинством голосов и членов жюри И всех, кто прислал свои мнения по телефону То есть у вас совпали мнения с телезрителем? Просто огромное большинство за Владимировскими у меня лично И у всех нас полностью совпало Так, а теперь у вас разошлись мнения по полу телезрителем или нет? Вопрос о телезрителе Очень много было кандидатов Много кандидатов и это у нас произошло Не, 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 не Значит, вот Моего товарища, подпредставителей, обществу любителей книги Мы решили совершенно твердо присудить хрустальную сову Владимиру Яковлевичу Ворошилову Это за вопрос о бюрократах и чиновниках Которые сегодня уезжают в движении Нам мешают движению вперед И этот вопрос очень сегодня актуальный Знаете, а если у вас еще один кандидат? Мне не совсем удобно получать Есть еще мнение рабочего Морякова, члена Центрального управления Ленинградского Который по телефону узнал? По телефону звонил Да, из Ленинграда Который решил присудить сову к Бранному хрустану и бюстану Есть еще кандидаты? Мне кажется, есть возможность проверить выключение интервьютора Вы хотите провести короткое голосование телезрителей? Хорошо, тогда идем в дикторскую Пойдемте все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Уважаемые телезрители Я тоже считаю, что Сейчас, конечно, мы должны провести голосование Но я лично думаю, что мне получать хрустальную сову не за что И незачем Поэтому я все-таки позже Прошу вас сюда Пригласите, пожалуйста, членов жюри сюда Итак Уважаемые члены жюри Уважаемые члены жюри Уважаемые телезрители Вот передо мной две хрустальные совы По поводу одной хрустальной совы По поводу почетного приза Лучшему знатоку 1986 года Сомнений нет Вам его объявят через несколько минут По поводу другой хрустальные совы Другого приза За лучший вопрос этого года Есть два кандидата Вы знаете Может быть мы обойдемся без голосования Я снимаю свою кандидатуру Это вопрос, может быть, и неплохой Но все-таки надо Надо присудить телезрителям Но все же мнение жюри надо учитывать Наверное, надо учитывать Ну хорошо Мы вручим Порошилову специальный приз От имени Задокова Не Толь, ну хорошо Очень много карточек Итак Понравились два вопроса По мнению жюри Как очного жюри Присутствующего на передаче Так и заочного жюри Который я перечислял Который обсуждал Это положение По телефону Два кандидата Первый кандидат Это вопрос о бюрократе Второй кандидат Вопрос о буранном полустанке Правильно я говорю? Вопрос о буранном полустанке Итак, какому из этих двух вопросов Присудить хрустальную сову Решат сейчас телезрители Мы сейчас сделаем голосование Вот у нас компьютер Вы помните, мы использовали его Во время первой передачи На компьютере Частота тока в сети Сейчас Я Попрошу вас Сначала Мы узнаем Общее количество телезрителей Смотрящих сейчас Финал 86 А потом Второй раз Мы узнаем Кто голосует За буранный полустанок Внимание Внимание Уважаемые телезрители По моему сигналу По счету 3 Все, кто смотрит сейчас Нашу передачу Выключим на 10 секунд Свои телевизоры Итак, внимание Приготовились выключать телевизоры Счет Три Два Один Ноль Выключаем телевизоры На 10 секунд Все Выключают все Независимо от мнения Все выключают на 10 секунд Мы узнаем Кто смотрит вообще Общее количество Нас смотрят 46,8% Так, включаем Итак Включили телевизоры Нас смотрит сейчас 46,8% Всех телезрителей Всех потенциальных телезрителей Нашей страны 46,8% А теперь я прошу Тех телезрителей Которые считают Что хрустальную сову Надо вручить Телезрителю За вопрос Об уранном полустанке Вы помните Она читала стихи Прекрасные стихи Бориса Пастернака Тех телезрителей Которые голосуют За то, чтобы Этому прекрасному вопросу Была отдана сейчас Хрустальная сова Почетный приз Именно этих телезрителей Я прошу Снова выключить Свои телевизоры Тоже на 10 секунд Итак, внимание Можно? Через 2 секунды Итак, компьютер еще не готов Через 2 секунды Мы проведем это голосование И потом, естественно От первого Процента А сколько? Кто-нибудь запомнил? Сколько у нас было? 46,8% 46,8% Можно, да? Итак, тот Кто голосует За буранный полустанок За присуждение Приза Именно этому Прекрасному вопросу Выключаем Второй раз Свои телевизоры На 10 секунд 3, 2, 1, 0 Включаем телевизоры Но я не знаю Что делать Получать придет Получать Да, надо одевать пиджак Итак За буранный полустанок 3,8% Телезрителей Большинство Очевидно За другой вопрос Голосовать! За бюрократа Голосуйте, Владимир Что это такое? Надо голосовать А они, наверное, специально не выключались Итак Начинаем вручение Почетных призов Хрустальная сара Внимание Всесоюзная ордена Ленина Общество знания Награждают почетным призом Хрустальная сова Лучшего знатока 1986 года Приз вручает Лауреат Ленинской премии Заместитель председателя правления Всесоюзного ордена Ленина Общество знания Академик Виталий Осипович Гальданский Мнение Совершенно единодушное И у жюри И у огромного Количества Телезрителей Которые Прислали Свои предложения По ходу игры Лучший игрок Года Леонид Владимирский Самый Самый молодой Член команды И что мне было Особенно приятно Узнать Это выпускник Мефи Спасибо большое Поздравляем Леонид Владимирович Вы показали блестящую игру Поздравляем вас Ну что же А сейчас внимание Всесоюзное общество Любителей книги Награждает почетным призом Крустальная сова Телезрителя Приславшего Лучший вопрос 1986 года Последняя надежда Телезрителя Приз вручает Гауреат Ленинской Государственных премий Герой социалистического Труда Председатель правления Всесоюзного общества Любителей книги Академик Петренов Соколов Владимир Яковлевич В качестве телезрителя Он сейчас должен Выпускать В качестве телезрителя Мы его ждем Одеть пиджак И быть Нацу зрителя А мы не можем провести Награждение там Нет Команды Нет Нет На сцену Высалимся Владимир Яковлевич Компьютер показал Правильность Наших суждений Объективность Объективность Вручаю вам сову От всей души Вас всех поздравляем С Новым годом Поздравляем Я прошу меня извинить Что я не очень Толково выступаю Но как вы сами понимаете Я смущен От неожиданности Сегодняшней Я смущен еще больше Вот Мне более Я думаю что Я думаю что теперь Поскольку у меня Крустальная сова Я просто должен стать Телезрителем Да Пора менять ведущего Пора менять ведущего Да Будете подыгрывать Теперь телезрителем Конечно И я хочу Что вы все-таки Команда телезрителей Сегодня по-моему Игравшая блестяще Я хочу подарить этот приз На память команде телезрителей Капитану команды телезрителей Вы позволите мне? Вы же уже Мне вручили Теперь она моя Пошли к телезрителям Стойте Стойте Где наш капитан? А где наш капитан? Капитан Капитан убежал Держи Капитана нет Вы расстроены Расстроены? Расстроены Расстроены или расстроены? Не расстроены Ну игра была все-таки Более-менее Справедливая игра Конечно Справедливая Да Вполне Вполне Несмотря на то Что мы с вами спрятали бороду ну что я поздравляю вас поздравляю вас с хрустальной собой и теперь мы продолжаем уважаемые гости и члены клуба что где когда мы приглашаем вас встретить вместе с нами сейчас новый год здесь в этом зале итак уважаемые телезрители сейчас у нас начнется здесь встреча нового года но перед этим перед этим сейчас огласят данные конкурса телевизионного если вы помните сейчас вот мне сказали что справочное бюро уже справилась с этим если вы помните мы объявили что телезрители первыми назвавшие назвавшие кандидатов вернее тех кому будет вручены хрустальные совы получат тоже специальные призы но я уверен меня никто не назвал так что одна 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 награда останется в клубе а сейчас ой-ой-ой-ой что что творится людмила маркова вы сможете что-нибудь сказать кто выиграл уважаемые телезрители респираторы уважаемые знатоки и гости лучший вопрос с мнением жюри лучший вопрос первым по телефону сказал так сказать точно назвал шелтыков товарищ шелтыков здравствуйте добрый вечер поселок яскуль колмыска ссср спасибо мы вас поздравляем вас поздравляет журнал юбилейный выпуск вокруг света вы скоро получите свой приз дальше 12 выпусков журнала телевидение и радиовещание первым телезрителем который сообщил точную кандидатуру лучшего игрока был афанасьев из зеленограда здравствуйте добрый вечер вы победили лучший игрок и мы так думаем леонид владимирский ваш приз вас ждет он скоро прибудет к вам ну что же а сейчас я хочу хотя и слишком рано надо поздравить телезрителей с новым годом и с новым счастьем с новым счастьем господи прекрасного вам всего самого доброго самого лучшего улыбайтесь пусть вас будет сюда все то что вы хотите сами и хорошее настроение до до свидания уважаемые телезрители я у передачу владимир ворошилов до новых встреч наступающем 1987 году я как и И дядюшу без бородов белей метели, Он снова мешок встречал, и началось веселье. Все стали в лоб, это все вон, Он пели в кеде, в кеде, в кеде, в кеде мороз, Что тебя принес в эту ночь и поздний час. В кеде, в кеде мороз, Новый год принес, и самые радостные для нас. Почти программа для себя, открыл я средство, Как Новый год, хотя на вид вернуться в детство, Я клею воду, и красный нос блестящий, И пишет в зеркале, смеется настоящий день. Где, где, где мороз, что ты нам принес В этот очень поздний час? Где, где, где мороз, Новый год принес, Самый радостный для нас. Год, год, Новый год Перераспадет Всех домов и всех поддим Корректор А.Кулакова Год, год, Новый год Словно серт Всех домов и всех поддим Словно серт Сомненький лучший сынин Сомненький лучший сынин